Уже утром в понедельник на месте пожара в приюте для животных ковчег собрались десятки небезразличных, чтобы помочь с разбором завалов. К счастью, вследствие пожара в складском помещении, которое находится сзади меня, никто из животных не пострадал, все 350 собак и 40 котов удалось спасти. Представители приюта обращаются к всем за помощью с струематериалами для реконструкции. Одной из возможных причин пожара в руководстве приюта называют крыс. Якобы они могли перегрызть провода. За этого могло произойти замыкание. В сгоревшем помещении животных не было. Котов, которые были через стенку, успели эвакуировать. До вольеров огонь, к счастью, не добрался. Нам обязательно нужны металлические гофры, чтобы все провода теперь были именно в металле, потому что у нас тут на Лиманчике очень много крыс, и эти крысы грызут эти проводки. Поэтому нам нужно с этим бороться, делать все металлическое, делать помещение, оббивать то, что не горит с этими материалами. Это, в первую очередь, и крышу, перестилать полностью крышу. Электрощиток, там произошло замыкание. Хорошо, что это пустое помещение было, без животных, там не находились животные. Все животные живы, слава богу, все в порядке. Ну, кошек быстро эвакуировали, потому что здание – это общая стенка, и там задымлено. Но никто не пострадал, все спасены. Мэрия планирует реконструировать помещение за деньги из городского бюджета. Возгорание произошло по предварительной версии от короткого замыкания электрического счетчика. Загорелись деревянные конструкции, сгорела крыша дома для котов и крыша пищеблока. Мы сейчас работаем в контакте с руководителем приюта. Предлагаем помощь в случае необходимости эвакуации животных, либо их перемещения. Будут использованы средства и мощности нашего коммунального предприятия. В случае необходимости перейдем в переговорный процесс с немецким приютом. Союз защиты животных в этом году является победителями конкурса в рамках общественного бюджета. И бюджетом предусмотрено полтора миллиона гривен на реконструкцию этого приюта. Помогали разбирать завалы активисты и волонтеры. Вывезли несколько тонн пепла, сгоревшей древесины и битого шифера. Во время уборки один из неравнодушных получил небольшую травму. На него упал кусок доски. Это где вы так пострадали? А вот тут упало. Разбирали палки, просто упал кусочек на голову. Все хорошо. К сожалению, так произошло. И так как приюты, такие все заведения для животных, они не получают должного финансирования от государства. Соответственно, тут всегда помогают волонтеры. Мы постоянно ездим по приютам строить и вольеры, и помогать, когда вот такие вот несчастья происходят. И привозим гуманитарную помощь. И, конечно же, мы не смогли быть равнодушными, когда увидели о том, что случилось здесь. Собаки пока остаются на уцелевшей территории приюта. Котов временно отдадут на передержку. Дмитрий Богомолов, Василий Базовлук, Константин Ищеред, телеканал «Репортер».